Победа Советского народа 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 что оказалось во многом не под контролем на тому классу, который его создал. Гитлер, как известно, пришел к власти демократический Путин. Дальше он уничтожил все демократические нормы, которые только имели место. Это первое. Второе. Например, та самая демократия, которую поддерживали и поддерживают Соединенные Штаты, Англии и другие буржуатые страны, она гарантирует господство политическое и обеспечивает диктатуру буржуатии. Причем без исключений, без пробок. Посмотрите, пожалуйста. Был ли когда-нибудь такой случай в истории, когда бы путем голосования на выборах другой класс, угнетенный, пришел в власть? Был такой? Никогда этого не было и по теории быть не может. По той простой причине, что когда люди голосуют демократически, они голосуют в соответствии со своими идеями, со своим сознанием. А мы с вами уже об этом говорили, что идеология господствующего класса является господствующей идеологией. Значит, в массах царит идеология господствующего класса. И поэтому путем голосования и выборов всегда в классе будет приходить тот класс, в смысле которого господствуют в обществе. Поэтому, скажем, я бы не присоединялся к критике лидеров оппозиционных партий, когда говорят, вот опять там Зезуганов проиграл. Я думаю, что если бы он выиграл, вдруг это было бы доказательство того, что он полностью утратил всякую оппозиционность. Правильно? То есть раз в сознании большинства господствует идеи эксплуататорского класса, то, следовательно, избрание в качестве президента первого лица государства лидера партии с виду оппозиционной, на самом деле говорит о том, что оно оппозиционной не является. И в истории политики, политических движений было такое различение понятий. Оппозиция его величеству и оппозиция его величества. То есть, так сказать, для того, чтобы все это выглядело красиво, у нас должна быть своя прикормленная оппозиция, которая ничего, так сказать, худого для господства правящего класса не несет. Ну, скажем, возьмите вы, пожалуйста, ситуацию в Молдавии. В Молдавии партия коммунистов в Молдавии находится у власти. Означает ли это, что там создается коммунистический строй или социалистический? Нет, не означает. И означает ли название партии коммунистов в Молдавии, что там действительно коммунисты? Вообще в политике, в политике не то, что исключением является название скрывающее содержание, а правилами является скрывать содержание тех политических процессов, которые идут. Как называлась фашистская партия Гитлера? Национал-социалистическая рабочая. Рабочая партия Германии. Национал-социалистическая. И наоборот. А как называлась большевистская партия, которая организовала народ на совершение социалистической революции? Как это называется? Национал-демократическая. А? Национал-демократическая. Ну да, это уже наша история, можно ее и не знать. Невицкую партию, вы сразу сказали. А российскую, значит, можно ее и забыть. Как называется? Это же не зависит от того, как я к этому отношусь, к этому факту, правильно? Ну, знать-то надо. Социал-демократическая рабочая партия. Ну, что-то социал-демократическая. То есть, вот, из названия партии непонятно, какие выводы можно сделать. Или, скажем, называется Жириновского партия либерально-демократическая. Ясно, что с таким названием можно требовать от либерально-демократической партии, японской, спонсорства, какие-то деньги в порядке помощи. А, в общем-то, содержание, деятельность не усматривается самого названия. Вы знаете, что РДРП потом криминовалось в РКПП на восьмом съезде, и по этому поводу был специальный доклад Ленина о том, что нужно привести название партии в соответствии с содержанием. Поскольку вообще-то, говорит, марксисты стоят не за то, чтобы скрывать существо, политики и позицию, а раскрывать эту позицию. Вот обратите внимание на такой факт, что соединились самые разные государства для того, чтобы остановить ту реакцию, которая является реакцией не только по отношению к социализму. Конечно, по отношению к социализму фашизм является реакцией, но и по отношению к демократическому буржуазному строю. Нам, подсоюзники, оказывали известную помощь. Конечно, эта помощь далеко не соответствует тому, что бы мы желали получить, и не составляет значительной части вооружений и продовольствия, которых нуждалась советская армия, которая основную тяжесть военных действий вела. Но, тем не менее, помощь эта была весьма и весьма существенной. Ну, а еще большей была помощь Советского Союза, Америки и Англии, Франции и другим буржуазным странам, которая освободила их по существу от коричневой чумы. И когда вот говорят о русском народе, что он такой сейчас пассивный, такой он неактивный, я имею в виду, что русскому народу дважды за очень короткий исторический срок приходилось в центр Европы пешком прийти в 1813 году и в 1945 году. Это очень много. Назовите такой второй народ, который бы такой подвиг совершил. Это во-первых. Во-вторых, на долю русского народа выпала тяжесть трех революций, гражданской войны. И это все за очень короткий исторический период. Собственно говоря, возьмите вы послевоенные годы, до сих пор демографическая волна, связанная с тем, что было резкое убор населения, она до сих пор существует и проявляется даже при наборе, при призыве в армию. И при наборе студентов, и при наборе школы, и так далее. То есть мы, с точки зрения нашего поколения, мы вроде бы все здесь, кто присутствует, все практически послевоенное поколение, включая и меня. Я 1945 года рождения, в феврале. Вот так что мы принадлежим в этом смысле к послевоенному поколению. То есть наша жизнь в этом смысле улучшалась, улучшалась, улучшалась. Сейчас, надо сказать, другие процессы начались. Но, тем не менее, мы воспользовались плодами этой великой победы. А те люди, которые добыли эту великую победу, основная масса их уже лежит в земле сырой, поэтому и говорят, что это вот такой праздник со слезами на глазах. Действительно, мало таких семей, кого бы не затронули потери, внесенные нашим народом в Великой Отечественной войне. Вот именно поэтому, конечно, этот праздник отмечается как очень крупное историческое веха. И, конечно, речь идет о великой победе, значение которой превосходит значение какого-нибудь национального праздника. Оно имеет всемирное историческое значение. Это вот этап праздника человеческой цивилизации, человеческой истории, мировой истории. Ну, а теперь, позвольте перейти непосредственно к той теме, которой у нас на повестке нет. Значит, мы в прошлый раз с вами вели разговор О классах. Ну, к этому вопросу настолько сложному и по-серьезному. Можно подходить по-разному. И, учитывая, что повторение мать учения, я в порядке повторения и одновременно в порядке неповторения, зайду несколько с другой стороны. Вот понятие бывает всеобщее, особенно единичное. Вот когда мы говорим об обществе, мы имеем в виду человека как представителя всего общества. Нет ведь общества, кроме как в виде людей, правда? Первое. Одно дело, человек как представитель всего общества, это всеобщее. Другое дело, человек как представитель класса, то есть как человек, занимающий определенное положение в производстве, особое, это особенное. И человек как единичное. То есть, с учетом всех его привычек, его индивидуальной истории, его индивидуальное воспитание, его знание, сознание и так далее. Хорошо будет, если мы это все сложим и перепутаем. Ничего хорошего для науки тут не будет. Поэтому, когда мы рассматриваем классовое деление общества и роль классового деления общества вообще в науке, исторической науке, социальной науке в целом, социальной философии, то роль его не в том, чтобы зачеркнуть другие различия или не рассматривать другие различия, а чтобы правильно двигаться к пониманию единства всего. Всеобщего, особенно в единичном. Всякий человек, он никогда не бывает только всеобщим, чтобы только человек, я приснился на роду человеческую и все. Он одновременно занимает определенные социальные положения, прежде всего определяемые тем, какова его роль в производстве. И с учетом этого, и прежде всего на основе этого, он выступает уже как индивидуум и как определенная личность. И это значит, что личность включает в себя и всеобщие, и особенные, и единичные. Поэтому вот это вот нетерпение, состоящее в том, что я хочу сразу все вот изложить про человека, нельзя сразу все изложить про человека, точно так же, как нельзя вот сразу прочитать книгу. Вы понимаете, что книгу можно взять и рассмотреть как просто одну строку, правда? Вот идет строчка, потом вторая строчка, потом третья строчка, открывается новая страница. Представьте себе одну телеграфную строку. То есть вот одна мысль, потом другая мысль, потом третья мысль. Значит, научное изложение – это прежде всего определение порядка, в котором эти мысли будут рассматриваться. А желание сразу все высказать, дайте я все сразу изложу, приводит к тому, что вместо изложения сразу, получается, пустое изложение. Пустое причем? Потому что в абсолютном свете так же ничего не видно, как в абсолютной тьме. И если вы пытаетесь все сразу изложить, то первое, что вы излагаете, если вы не определяете понятие, оно сводится к пустоте и становится тем же самым, что ничто. Поэтому это очень серьезный металлогический принцип. И это, если это взять, скажем, как пример общего, особенно единичного, просмотренного в науке логики Гегерта, это третий тон науки логики Гегерта. Третий тон – учение о понятии. Где говорится о том, что понятия бывают всеобщие, понятия бывают особенные и понятия единичные. Или одно и то же понятие надо рассмотреть и как всеобщее, и как особенное, и как единичное. И нельзя их рассматривать в отрыве одно от другого, потому что особенное – это всеобщее, но взятое как особенное. Или, можно сказать, что особенное – это единичное, но взятое не как единичное, а с точки зрения принадлежности к определенному классу, занимающему известное положение в системе общественного производства. То есть вот эти характеристики, общие и особенно единичные, они неразрывны. Настолько неразрывны, что нельзя их просто разделять, распределять, разрезать человека на вот эти куски. Это очень важно, нужно знать, к какому классу он определяет. Почему? Прежде всего потому, что мы переживаем сначала классовое деление общества такой период, когда то, каков человек, определяется прежде всего его положение в производстве. Почему? Потому что так соотносится еще пока рабочее и свободное время. Скажите, пожалуйста, как соотносится рабочее и свободное время? Чего больше? Значит, при этом надо знать, что такое свободное время. Опять-таки, опять-таки. Потому что некоторые думают, что свободное время – это время, когда я не работаю. Вот время, когда я не работаю – это отрицательная характеристика, это называется вне рабочее время. Вне рабочее время. Вы добираетесь на работу и сработали, на занятия и занятия. Так? Раз. Во нерабочее время вы спите, идите, моете, стираете, убираете, гуляете, отдыхаете. То есть, поддерживаете, по крайней мере, свое физиологическое существование, как животного существа. Люди не растения, они животные и должны, как животные, существовать. Для этого должны есть. Для этого нужно обогревать себя. Но поскольку у нас нет естественной шерсти, нам приходится обогревать себя другим способом. С помощью одежды, с помощью жилища и так далее. И для того, чтобы чем-то другим заниматься, приходится есть, пить, одеваться и иметь корешную голову. И это, собственно, и выражается в том, что общественное бытие влияет общественное сознание. А вот представьте себе ситуацию, если свободное время было бы больше, чем рабочие. А что такое свободное время? Время – это за пределами уже того, что необходимо отдать для отправления естественных наносителей, просто для физиологического отдыха. Вот это время формулируется как «время для снова развития». То есть, если вы смотрите телевизор, например, и по телевизору показывает прекрасный фильм, и вы, благодаря тому, что вы смотрите этот прекрасный фильм, развиваетесь, то это у вас свободное время. А если вы включили телевизор, и там показывают, кто кого убивает, реже стреляет, или ползут тараканы, которые выдаваны наполовину механические, наполовину биологические, или, как это сейчас называется, ужастики и так далее. Это свободное время или нет? Это свободное от развития времени. Крест не является свободным временем. Это в нерабочее время человек, так сказать, отупел от работы, и поскольку он отупел, он, так сказать, тупо смотрит в то, что ему показывают. Поэтому, когда говорят о свободном времени, это не значит, что человек, кстати, что-то отрицательное должен делать, то есть, что-то вот не работает. Если я не работаю, это не значит, что у него свободное время. А он должен себя развивать. Потому что если человек себя развивает, то у него время свободное. С этой точкой зрения, вся студенческая жизнь, связанная с обучением, вот ваше пребывание на лекциях, на семинарских занятиях, это какое время? Рабочий или свободный? Какой учебный? Какой вы хиитрый? Вот я спрашиваю, вот это учебное время, это свободное или рабочее? Свободное. Свободное. Более того, мое время, с точки зрения производства материальных благ, является времени, свободным времени общества. Поскольку общество освободило меня от производства материальных благ, меня кормили для того, чтобы я эти знания, накопленные в обществе, вам передавал. Не я как я, а я как преподаватель. Как и другие преподаватели, функция которых состоит в том, чтобы передать те знания, которые в них есть. Или облегчить тот путь, который является очень сложным, трудоемким, если вы, так сказать, будете это изучать только по книгам. Это значит, что вот кроме тех лабиринтов, которые приходится проходить в библиотеках, нужен такой короткий путь к новому знанию, к передовому знанию, который сооружается с помощью научного руководителя. Вы знаете, что патеранты имеют консультантов, кандидаты имеют научных руководителей, дипломную работу и курсовую работу пишут под научным руководством. И когда человек застрял, его, так сказать, научный руководитель помогает ему двигаться вперед гораздо быстрее, чем человек сам вышел из этого состояния, потому что у вас время ограниченное, 5 лет, больше вас от труда не собирается, никто вас выгодит, поэтому, значит, очень напряженная программа, и вот это застревание, оно не только вредит обучению, но и в обществе. Даже говорят, что вот почему кандидатские диссертации лучше докторские, потому что кандидатские диссертации пишут доктора, мощный руководитель, аспиранты, а докторские пишут, кто кандидаты. Это, конечно, шутка, хотя такое тоже бывает, и в каждой сутке бывает доля шутки. Вот если бы свободное время превышало рабочее время у человека, тогда, когда он работает, то то, каков человек, определялось бы не тем, что он делает свое рабочее время, а тем, что он делает свое свободное время. Если, скажем, свое рабочее время, человек что-то вытачивает на станке, и это он делает 3 часа в день, а 6 часов в день он играет на скрипке. Кто он? Скрипач или станочник? Сейчас однозначно, когда он 8 часов, а иногда и сверхурочный, а сейчас и очень широко распространяется сверхурочный, и больше, чем 8, и допустимым у нас по законодательству является 120 часов сверхурочных в год. И мы прекрасно знаем, что в случае нарушения этого закона никто еще к серьезной ответственности не привлекался. И мы даже знаем, что даже случаи, когда оплачиваются сверхурочные не в кратном размере, а в кратном, нарушения законодательства. В этих условиях, когда мы наблюдаем вот такую картину, ясное дело, что то, каков человек, прежде всего определяется его положением в производстве. Поэтому мы спрашиваем, кто бы по социальному положению? Рабочий, служащий, предприниматель, бомж, который от всего свободен уже, в том числе, прежде всего, от жилья. Хотя, само это название, это гранкая характеристика отсутствия у него жилья без определенного места жилья. Что продал, хотел купить себе дочери. А за то время, пока он выбирал, цены убежали. И уже такое не купить. С горя выпил, цены еще дальше убежали. И дальше совсем ничего не купить. И стал бомжом. То есть это делается, и это происходит во всякой стране производства, в которой основано на частной собственности. Вот у меня сын был в Соединенных Штатах Америки полгода. Он кончал РГПУ, физика с английским. У них такая практика была, полгода. Он приехал и спрашивал, папа, а вот почему там бомжи? Ну, Америка же очень богатая страна. Дело не в том, что она богатая. Дело в том, что там частная собственность, и если вы, так сказать, продали жилье, вы можете его продавать? Можете. А купить уже не могут. И все. А у нас вот цены прыгали. 10%, 20% на жилье. И достигли таких высот, что, скажем, трехкомнатная квартира в Санкт-Петербурге стоит 300 тысяч долларов. И кто может себе позволить? И у нас стоят пустые дома, незаселенные. И в Нижнем Новгороде стоят дома. Я вот был недавно, в Виномысле там стоят. Дом, там три окна горит, пустые. И тем не менее, все, кто их строит, держат норму прибыли, на уровне 300% не снижают. Или снижают на усилии. Ипотека у нас, так называемая, в дикий процент. То есть, купите, пожалуйста, квартиру по цене трех. То есть, в зарплате 10% зарплаты, той, которую надо для нормального воспроизводства. 90% вашей зарплаты вам дадим в виде долгого, то есть, в кредит. И под проценты, что вы должны будете в тройне отдать. Всю жизнь будете работать только на то, чтобы отдать все деньги, которые вам полагаются, как работнику, соответствующие основным законам капитализма. Какой основной закон капитализма? Я вам говорил, что вот георгетическое определение капитализма это товарное хозяйство на том этапе его развития, когда и рабочая сила становится товаром. Или, еще короче, всеобщее товарное хозяйство. Самое короткое георгетическое определение капитализма. Когда все товарное. И тогда легко запомнить, а что является основным законом товарного хозяйства. Вот теперь можете ответить на этот вопрос. Основным законом товарного хозяйства является закон стоимости. Поэтому отсюда и вывод, что основным законом капитализма является закон стоимости. По крайней мере, по стоимости должны подаваться товары или по модификации стоимости в связи изменением органического строения и перетоком капиталов из одной и в отрасли по другому. И, соответственно, прибавочной стоимости. То есть, вот мы затронули грань, которую в прошлый раз мы не затрагивали, мы останавливаемся на определении классов. Классы – это большая группа людей, которые отличаются по месту в исторически определенной системе общественного производства. То есть, в городе деревня совершается труд или наоборот используется труд других людей. Пароли в общественной организации труда труд по управлению или это подчинение. Подчиняются люди или управляют другими людьми. Отношение к средствам производства большей частью оформленное в законах, но не обязательно. Поскольку мы сейчас говорим об экономических критериях, не о том, записаны они, не записаны, кто фактически обладает средственными производствами. Владение, категория владения, в отличие от категории собственности, выражает только одно. Фактическое господство. Поэтому, когда говорят, домовладелец, и тот, кто владеет этим домом, потом начинаешь искать, что это все собственное, может быть, не сразу найдешь. Вот тот, если он владеет всю жизнь, даже по закону, по юридическому, если он открыто владеет 15 лет, то можно задать вопросы о юридическом оформлении его собственности на этот дом. А если это движение, мы, что и 10 лет достаточно для этого. Я еще не знаю ни одного случая, когда вы по этому закону хоть один суд решил, но запись такая в гражданском кодексе есть. Значит, мы три признака классовых назвали. Следующие размеры и способы получения той доли общественного богатства, которое располагает люди. то есть, если вот по всем пяти признакам люди принадлежат к одной и той же большой социальной группе, это класс. Под большой группой при этом, понимается, группа сравнимая с размерами общества. Вот есть такое понятие порядок. Что такое на порядок больше? Это что значит? В 10 раз, да? В 10 раз больше. А вот если это там половина, треть, четверть общества, это может тянуть на класс. Но группа людей, которые стоят в метро, не могут претендовать на то, чтобы их называть классами. Хотя они отличаются и по положению производства, и по другим разным признакам. Вот я дал развернутое определение, а можно это снова свернуть для запоминания в очень простую формулу, что классы это группа людей, которые отличаются по положению производства. В чем? По положению производства. Почему производства? Да потому, что это производство это и есть материальное бытие общества. То есть по положению бытии будем людей различать потому, что они говорить будут или потому, что имеет место в производстве. Какое их положение в производстве? По словам или по делам? Соответственно, вот этим положением определяются экономические интересы. что такое экономические интересы? Экономические интересы это характеристика моя или характеристика моего экономического положения? У его экономического положения. Это не характеристика человека. Вот встанет человек на мое место, сюда, и будет преподавать. Что ему будет выгодно? Ему также будет выгодно, чтобы студенты хорошо учились. Правильно? А студенту что выгодно? Если он студент. Не потому, что это Иванов, Петров, не потому, что его так зовут, плакмон, бесплакмон. Но что выгодно? Студент. Усваивать знания, выполнить программу. Усвоить знания, выйти на передовой уровень, освоить то, что уже добыто человечеством. Не новые открыть. Новые открывать он будет позже. Когда кандидатскую будет писать, если будут писать. Или просто в жизни будут творчески подходить к своей деятельности. И всегда будут находить что-то новое. Правильно? Творческие люди всегда находятся в том, независимо от того, что они там защищают или не защищают. Глупые люди есть среди профессоров и умные люди среди рабочих. И среди представителей любых слоев. Вот, например, обсуждают очень долго проблему. Как вот сделать? Как это может кухарка управлять государством? И столько понаписанное во время. Да очень просто. Вот пусть тот, который управляет государством, сделает яичницу. И будет кухаркой. И вся проблема решена. Правильно? С другого конца. То есть экономические интересы – это такая характеристика положения людей, которые показывают, что им объективно выгодно. В силу этого положения. Не в силу знаний, не в силу сознания, не в силу воспитания, не в силу привычек, не в силу обычаев, а в силу самого этого экономического положения. Вот, если вы возьмете очередь на получение жилой площади, такие очереди еще есть. Их почти все выбили. Но есть еще категории граждан, которых ставят в очередь. Я недалеко вчера встретил гражданина Сверднобыльца, который два года был на реакторе, работал. И он простоял 15 лет в очереди и получил жилье в разлив. У него две комнаты, говорит, у меня прекрасная двухкомнатная квартира, с одной стороны разлив, с другой стороны залив. А его молодой коллега, который имеет четырехкомнатную квартиру на литейном, предлагает поменяться и доплатить. Он говорит, нет, я меняться не буду. Мне не нужна четырехкомнатная в городе. Лучше я буду иметь двухкомнатную в разливе. И доплата ваша мне не нужна. Так, спрашивается, кто должен контролировать прокуратение очередей такого рода? Когда речь идет о том, чтобы получили все, кому положено, и не получили все, кому не положено. Учитывая, что у нас есть коррупция, и признано, что есть коррупция. А что такое коррупция? Когда есть взяточники, взяткодатели и взяткополучатели. Причем как-то все время говорится больше о взяткополучателям, о взяткодателям, которые, как-то не успокоятся, пока тебе не засунут в карман какие-нибудь деньги. Или оставят на столе, или засунут в портфель, или догонят, или принесут дорогой подарок. И некоторой уступкой даже, что подарки чиновникам должны быть не более трех тысяч теперь. Ну, если чиновникам надо, или чиновникам вообще давать подарок? Что это такое? Я говорю, это от души вам принес, в сервис. От какой души? Ну, хочу протолкнуть в какое-то дело. Кто должен контролировать прохождение очереди? Тот, кто последний стоит в этой очереди, или тот, кто сейчас получит? Тот последний будет злой и очень твердый. А наоборот, тот, который точно получит, он такой мягкий уже. Да, последний. И он плохой контролер. А что у него изменилось? Свой взгляд изменился, позиция, идея. Не, он раньше был засвет, он хороший, вроде бы темного, плохого, и сейчас. Но, так сказать, он изменил свое экономическое положение. Скажем, кто-то был продавцом своей рабочей силы, рабочим. Он в чем был заинтересован? Если он продавец своей рабочей силы, то он кто? Продавец. А продавец в чем заинтересован? Продавец по дороге или подешевле? Вы видели таких продавцов, которые бы хотели продать подешевле. Конечно, он заинтересован в том, чтобы продать свой товар по дороге. И вот он вдруг вывелся в предприниматель, стал капиталист. Вот мы говорим, Иванов, Петров, Сидоров, как ты переродился? Что с тобой случилось? А ничего не случилось. Поменялось его экономическое положение. Он стал предпринимателем. В чем заинтересован предприниматель? Он должен сначала, чтобы начать производство и продолжать его, осуществлять, покупать не только средства производства, но и рабочую силу. То есть покупать товар рабочей силы. Ну и скажите, пожалуйста, в чем заинтересован покупатель? В том, чтобы цену товара сделать поменьше, которую он покупает, или побольше. Вы можете представить такую картину, что я вот сейчас иду покупать буфеты, и когда мне предлагают 25 рублей, я говорю, что не до 25, не возьмем, до 50. Дайте до 50. Но есть такие покупатели, которые хотели бы повысить цену на то, что покупают. Поэтому, когда у нас некоторые граждане, которые привыкли жить в социалистическом обществе, и до известной степени разбаловались, и перешли на такие еждевенческие позиции, зараженные социально еждевенческие мастерства, и ждут, когда их выручат в положение. Ты же спрашиваешь, когда мне повысят зарплату? Какой ответ? Никогда. И как так? Более того, инфляция в соответствии с Советом Джона Мейнерда Кейнса, организовываемой государством, которое занимается государственным регулированием, направлена на что? На снижение реального содержания зарплаты или на повышение? На снижение. Кейнс прямо и откровенно пишет. Ну зачем вы там устраиваете драку на отдельное предприятие со своими рабочими? Надо делать инфляцию. Тогда, так сказать, будет это как стихийное бензище, а зарплата пойдет вниз. Вот представьте себе, что у вас корабль стоит в шлюзе. И вот, когда в шлюз набирается вода, так сказать, все поплавки поднимаются вверх. А если один поплавок повесить на цепь, то все поплавки уйдут наверх, а этот поплавок утонет, и его вода накроет. Вот такая же штука получается с инфляцией. Что такое инфляция? Это не повышение цен на все товары. Это повышение на все товары, кроме товара рабочей силы. Так? Правильно? То есть зарплату оставляют той же, и пенсии, пособия, и стипендии все. Выплаты бюджетные оставляют теми же, а цены ползут вверх. Сколько они могут ползти вверх? Ну у нас разные были варианты. Вспомните правительство Гайдара, оно повысило цены во сколько раз? И цевература. И реальное задержание заработной платы сократилось в четыре раза. С того времени его так и пытаются удерживать сейчас. Люди требуются, чтобы так же, что зарплата такая маленькая. А в чем выражается то, что она маленькая? В том-то и выражается, что она ненормальная. Что люди не могут осуществлять нормальное воспроизводство себя и своей семьи. У нас вместо трех детей в семье один, полтора. А для нормального воспроизводства нужно не менее чем 2,4. Но 2,4 не рождается. То есть надо 3. 3,2 не обеспечивают даже сохранение численности населения. 3. Только при наличии трех детей идет расширенное воспроизводство населения. И если мы имеем превышение смертности над рождаемостью сейчас 500 тысяч человек, по тем данным, которые были даны в послании президента Путина, когда он был президентом, улучшены, потому что в период Ельцина было 800 тысяч ежегодно превышение смертности над рождаемостью, то при таких данных видно, что нынешняя заработная плата это означает продолжение сокращения населения России, если она будет поддерживаться на таком же уровне. Это касается и секторов реальной экономики, и бюджетных областей. Ну, скажем, вот мне, который получал стипендию 35 рублей, когда был просто, так сказать, студентом, или я получал стипендию повышенную Чебышевскую. 45 рублей было тем, кто учился на лично, а именные стипендии, вот я получал Чебышевскую 60 рублей, а директор Кировского завода 120 рублей получал. Ясное дело, я половину зарплаты директора Кировского завода получал, как студент, а тот, кто имел Ленинскую стипендию, тот получал 100 рублей. Понятное дело, что это совершенно несравнимо с тем, что мы сейчас имеем, 1200 рублей стипендию. И что, как может человек прожить? 1200 рублей. Ну, если его кормят кто-то, он может прожить, а если они не кормят, значит, предназначено ему умереть, студентом. Такое движение, он должен умереть молодым, чтобы не мучить ни врачей, ни фармацевцев, вот так вот. Дожечь факел, факел загорел, причем, так сказать, не дойдя до третьего-четвертого курса, он был покрас, какой молодой, какой молодой, какой красивый был. Что это означает, 1200? То же самое, что означает, то же самое означает такая стипендия, что означает мрот. Сколько у нас мрот теперь, мне доложили? 4300 с 1 января. А прожиточный минимум? Прожиточный минимум 5500 и более. Значит, минимум прожиточный 5500. Что такое прожиточный минимум? Объясните мне. Это то количество благ, которое не даст тебе умереть, а меньшее количество. Значит, обеспечивает. Значит, первое чтение, давайте установим зарплату ниже прожиточного минимума. Первое чтение. Сколько чтений будет бывать? Три. Второе чтение. Давайте обеспечим заработную плату минимальную, ниже прожиточного минимума, чтобы люди умирали. Наверняка. Давайте третье чтение проведем. Проводили? Проводится. Третье чтение обязательно. Третий раз ставится вопрос. Снова голосуем. В каждом чтении голосование. В Думе. Проголосование. Куда дальше идет закон? Закон пошел в Совет Федерации. Багалавистович Миронов опять обсуждает. Как? Дадим добро на то, чтобы платить минимальную зарплату ниже прожиточного минимума, чтобы народ вымирал? Дадим. Проголосование. Дальше какой путь? Президенту. Ну раз, две палаты. Я должен или вето накладывать, они могут собраться и двумя третьями предъявить мое вето. Я подписываю. Я демократ. Раз уж они решили, что делать. И только после публикации это становится законно. То есть вся процедура соблюдена. А в итоге что мы получаем? А в итоге 500 тысяч превышение смертности на гражданстве. Вот картина. Причем, эта картина такая синтетическая. Я же какой-нибудь фактор не взял. Сколько там у вас футбольных мячей куплено дома? Я же поставил вопрос о численности населения. О превышении смертности на гражданстве. А смертность еще больше. То есть прибавьте еще столько, сколько у нас рождается детей. Тогда вы получите уровень смертности. В современном российском обществе. И вот за течением событий, за тем, что люди там смотрят, что там с планом Аморалисом в Южной Америке, не видят, как им сокращают заработные платы. Я сам видел, как выходит. Женщины смотрят летом телевизор. 15 человек смотрело, и все выходят, и все плачут. А тут, значит, радуются, видимо, по поводу того, что происходит в собственной стране. Хотя, нужно не плакать, нужно, так сказать, если вы продавцы рабочей силы, подумайте о том, что всякий продавец, взятый как одиночка, никогда не выгорит на рынке. Значит, что такое положение продавца? Положение продавца делает его субъектом, которому выгодно объединиться с другими продавцами рабочей силы. Как называется объединение продавцов рабочей силы? С целью добиться повышения цены своего товара, то есть рабочей силы. Как называется? Как называется объединение продавцов рабочей силы? Вы знаете, я специально формулирую сугубо в товарно-рыночных целях. У нас же рыночная экономика. Вот я и так и формулирую. Как называется объединение продавцов рабочей силы, создаваемое с целью повышения цены продаваемого товара? Как? Профессиональный союз. Вот мы все токарь, объединяемся, чтобы зарплата у этого товара была больше. А слесарь? А слесарь? Пожалуйста, давайте. Авиадиспетчеры? Пожалуйста. Авиадиспетчеры добились, что у них зарплата за 4 года выросла с вилки 5.15 до вилки 40.212 на сегодняшний день. И вот сейчас я пытаюсь уговорить, что давайте в этом году не будем повышать, потому что вот сейчас кризис. Они говорят, так у нас доходы от наших госпорпораций по воздушному движению выросли, и у нас данные есть эти в руках. Причем тут кризис. Или вот здесь, недалеко, в центре комплектологии, где был круглый стол, в котором я принимал участие, приходил товарищ Экманов со своими коллегами рабочими с Форда, Терлов, и выступал сварщик, который говорит, что вот мы сейчас в январе продали, наше предприятие продало, на 200 машин Форд Фокус больше, чем в прошлом месяце. А меня, значит, лишили теперь, значит, части моего обмонтирования. А именно, мне бы давали три плаща, теперь дают один. Мне бы давали пять футболок, а теперь футболок вообще не дают, ссылаясь на кризис. Ну, это вот мы наблюдаем с площадью. Там обратно. Хотя, ну, вроде, всем понятно, что кризис, как и сегодняшний кризис, экономический кризис, в чем состоит? Что продвинуто товаром больше, чем чем что? А? Чем требуется. Чем требуется. Чем способны купить. Да, чем. Вот, чем человек, чем люди способны купить. То есть, вроде просто на язык слова потребности, это неверно, конечно. Потребности колоссальные. Люди приходят, смотрят, что бы им было, с удовольствием бы они купили, если бы у них были деньги, и уходят. Значит, магазины ставят, музеи товаров. Очень многие, или для очень многих. А для выхода из кризиса что нужно? Ну, нужно вот эту разницу закрыть. То есть, что нужно сделать? Повысить, кинтересоспособный спрос. Он из чего складывается? Из спроса на технику, на средства производства. Обновлять надо капитал. Стою везде. Стоит. И капиталисты не обновляют, они рассовывают все в карман. И выводят за границу. Это во-первых. Во-вторых, надо зарплату повышать. Повысили зарплату, петь, пособие. Люди пошли в магазины, реализовали эту зарплату. С полок, ушли эти товары, залежали. Тогда промышленность работает и, так сказать, крестится. Что делается? Индивидуальный капиталистик делается прямо обратно. То есть, делается все для того, чтобы в этом крейсе нам торчать, торчать и торчать. Давайте, меньше будем работать. Хотя, вот, это даже напоминает мне известный анекдот. Когда на лекции один товарищ, несмотря на все негативные факты, которые приводились о развитии экономики и даже, чтобы мяса будет меньше, хлеба меньше, все говорят, ничего, будем работать. Будем еще больше. В субботу и воскресенье будем работать. Потом, после лекции, оказалось, что он директор местного крематория. А не просто энтузиаст этих лекций. Ну, додуматься до того, чтобы меньше работать, меньше производить, меньше платить. Хотя, предприниматель, по своему положению, работает на свой страх и риск. Ведь он же никаких прав работникам не дает, так сказать, определять, чем заниматься, какую стратегию вести экономическую, что выполнять. Все им предписывается. Поэтому все риски берет на себя предприниматель. Значит, в одни годы он имеет большую очень прибыль, в другой меньше. Вот ту большую прибыль, которую ты имел, используй, пожалуйста, для того, чтобы покрыть некоторые недостачи или падения в другой более сложный период. Даже при феодализме феодал достает зерно и кормит крепостных крестьян тем зерном, которое он от них получил, чтобы они не вымерли. Потому что если они вымрут, он перестанет быть феодалом, перестанет быть помещиком. Но поскольку у нас тут свобода в буржуазном обществе, они как бы не мои работники. Они как бы пришли, нанялись, а я других найму из Таджикистана, когда, если все русские вымрут, из Узбекистана будем нанимать. И мы это и наблюдаем. Сейчас этот процесс активно идет. Такого образца у народов я, например, не видел в Нечасовском Союзе никогда, чтобы столько народов было. И так дружно, так сказать, жили и работали. Специально, например, наши улицы убирают и маршрутками управляют. И, так сказать, в домах к чистоту наводят. Вот пришли так жить и вымыли, наконец, такие стекла, которые там десятками лет не мылись, потому что наши избаловались, наверное, товарищи. Ну, просто красота. Ну, это что делать? Для того, чтобы понизить заработную плату местных работников. Правильно? Кто их сюда приводит? Их приводит, естественно, предприниматели. С одной стороны. А узбекские предприниматели оттуда выталкивают. Чем они выталкивают? Точно ценой. Потому что, вот скажем, узбеки, получая в Узбекистане в среднем две тысячи рублей переводят наши деньги в месяц. А здесь он приезжает, водитель, квалифицированный, будет получать двадцать тысяч рублей. Поэтому он убегает там от семьи, от всех, и туда половину денег пересылает, чтобы просуществовать каким-то, потому что он там существовать не может. Это вот то, о чем я говорил, это некоторые иллюстрации, вопросы о том, что значит экономическое положение. Если экономическое положение у вас есть, то экономические интересы этим экономическим положением предопределены. Поменяли экономическое положение, у вас другие экономические интересы. А определение экономических интересов это такая характеристика положения людей, которая показывает, что им объективно выгодно. Что значит выгодно? Что улучшает их экономическое положение? Не что я думаю по поводу того, что мне выгодно. Я думаю, что мне может надо купить три бутылки водки и напиться. В театр я не пойду, «В сад я не пойду, а я пойду сейчас, как говорят, красиво отдохну». Это субъективное представление о том, что мне выдали. Поэтому можно такую даже формулу сказать, что он интересуется тем, что не в его интересах. Интересуется, то есть куда привлечено его внимание. Это психологическая категория. Категория интересов в психологии. А мы говорим о категории интереса экономической. Если положение классов противоположно, что тогда с интересами? Если положение классов противоположно, то их экономические интересы тоже противоположны. Это не значит, что если они противоположны, то у них нет общих интересов. Потому что всякое противоречие – это единство и борьба противоположностей. Единство есть. Вот если, скажем, одна фирма есть, капиталисты есть, наняты им работники. Но если эта фирма будет процветать, это выгодно рабочим? Выгодно там. Даже если им не захочет повышать, то можно добиться повышения дорплаты, если процветает производство. А если производство будет разрушено, и вы совершенно справедливо по закону имеете право получить, а с кого вы получать будете? Где? Ваше предприятие? Нет уже этого предприятия. Вот, скажем, был завод имени Свердлова, который на экспорт отправлял в другие страны станки. Где завод Свердлова? Потом он стал, не завод имени Свердлова, а завод Свердлов. А сейчас что? Ничего. Нет такого. Или, недавно я в районе Белоостровской, вдруг что-то, здоровый, вижу, могучее такое здание, красивое, и на нем свежие буквы Ильич. Вот дают мне, что-то Ленинский центр сделает, что-то. Оказывается. Это был там завод Ильич, который абразивный, который сделал диски, без которых нельзя затачивать инструмент. А без инструмента никакого станкостроения, никакого машиностроения быть не могут. А теперь это деловый центр. Что значит деловый? Сидят, бумаги пишут. Дело производством занимаются. Что такое дело производства? Это дело или это бумагописание? Бумагописание. Или что означает дело в судебном производстве? Если так, производство судебного. Не материальное производство, а судебное. Вот номер присвоено и пошло. Или исполнительное производство в службе судебных приставов. И вот сидят, пишут бумаги. Занимаются производством? Да, занимаются производством. Каким? За номером 36, 27 и 12. Производством занимаются. Как мы можем так получить все больше и больше людей, которые занимаются производством, а производство будет исчезать, исчезать, исчезать. Поэтому мы и выделяем сначала материальное производство, которое освобождает других людей от материально-производительного пруда. И позволяет им существовать свободное время в обществе. И не материальное производство или духовное производство. И мы различаем и разные виды человеческой деятельности. Для того, чтобы здесь не запутаться и в конкретностях и частностях не потеряться, надо все виды деятельности разделить на очень малое количество групп. Вот человек или непосредственно, есть ключевое слово, непосредственно, производит материальное благо. То есть между мною и продуктом никого нет, кроме станка. Вот в этом смысле летчик на самолете, он может с десятью оборудованиями. Или космонавтом. Но между ним и, так сказать, результатами материальных ничего, кроме средств производства, нет. Вот летательный аппарат. Все. Вот он и позволяет переместиться вместо другого места. Или перевезти грузы. Вот перевезли, так сказать, какие-то грузы с Земли на космическую станцию. Это что такое? Перевозка груза. Перемещение части материи с одного места в другую. А что делает станочник? Он даже, так сказать, стружку. Перегоняет часть металла, оттеряет его и выбрасывает. А вот эту часть оставшуюся складывать в ящичек, это готово. Непосредственно производство материальных благ. Ну, производство материальных благ относится, конечно, на производство не только материалов, но и энергии. Да? Поскольку материя существует в виде вещества и энергии. Или поля. Вторая группа. Вторая половина. Это деятельность, обращенная непосредственно на... Прости, не половина. Вторая группа видов деятельности, это деятельность, обращенная на человека. Непосредственно. То есть продуктам и средствам как бы. Предметом труда и результатом труда наступает тут человек. Вот труп парикмахера. Что делает парикмахер? У него предмет голова. Предмет труда. И он обрабатывает эту голову. Или преподаватель. У него тоже предмет голова. Чем отличается от этого парикмахера? Да почти ничем. Только этот с этой стороны обрабатывает, а этот с этой. Внутрь. А так, в общем-то, труд то же самое. У этого должница здесь языком все делает. Рот закрыл, рабочее место убрано. Не надо душевых, не надо раздевалок. Все хорошо. Очень хороший, так сказать, труд преподаватель. Как это у нас говорят, шутят, что это... Обществоведы душелюбые и людоведы. И третий вид. И больше видов нет. Вот если дохрупные группы были. Третий вид, когда непосредственно. Ключевое слово непосредственно. Потому что посредственно все во всем участвуют. Правильно? Вы на меня посмотрели хорошо. Я вдохновился и что-то хорошее сказал. Поэтому вы участвовали. Все участвуют во всем. Правильно? А вот непосредственно кто выполняет эту деятельность? Вот эта вот деятельность, слово непосредственно и фиксируется. Так вот, когда результатом непосредственной деятельности является информация или переработка информации. Это и передача просто информации. Скажем, информация, ведь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 это информация. Содержательная, бессодержательная. Некоторым матом по телефону подговаривают по мобильному. И это прогресс. Потому что он позволяет мат передать на большое расстояние. Им не медленно. Ну и плата не такая высокая. Сейчас все меньше и меньше. А можно с помощью средств информации передать знания. Вот если, скажем, одна женщина пошла к соседке и сказала мужу, что я на 15 минут ухожу к соседке, ты через каждые 2 часа помешиваешься. Значит, это что? Идет передача информации. Широкополосный интернет. Сколько знаний при этом передается? Что такое знание? Знание это просто же не истина. Истина есть соответствие понятия объекта. Знания может быть очень мало, информации очень много. И вот вы это, наверное, наблюдаете. Вот мы тут информацию собираем. А зачем собираете информацию? Мусор, что ли, собираете? Вот информация, она ведь мусорная бывает, а бывает содержатель. То есть просто собирание информации, это вот вы пошли в лес, но не по грибам, а все, что там было, вы все собираете. Гнилушки, гнилушки, лягушки, лягушки, гриб нашли туда его, ягоды туда рассыпем. Потом приходите, а все слиплось уже, выкинули в помойку и на этом доску. Он похоже был полезен. Свежий водой. Не с хустыми руками вообще. В хорошем настроении. И потом чистить не надо, опять же хорошо. А то эти грибы соберешь, это же целая морока потом, а ягоды перебирать. В общем, отличный был подход. Вы, наверное, заметили, что мы, по мере того, как мы определяем понятие, все время разделяем. То есть мы с одной стороны соединяем ритм и говорим, что труд. Но труд какой? Непосредственно материально-производительный или опосредственно? Труд, либо он непосредственно направлен на производство материального блага энергии, раз. То есть материально-производительный труд. Труд непосредственно направлен на человека. Это услуга. Вот когда говорят услуга. Хоть и говорят, что когда вам чинят ботинки или туфли, это услуга. Это не верно. Это материальное производство. Гвозе прибиваются, что такое? Ботинки делают. Это разве не? Услуга. Это материальное производство. Но другого типа. А вот услуга, вот парикмахерская услуга, образовательная услуга, медицинская услуга. Один делает таблетки, это фармацевт, это его труд материальный производитель. А другой человека делает. Но уже когда вы просто сидите и обедаете, или завтракаете, вы тоже производите. Что производится? Человека, можно сказать, поддерживать его существо. Можно сказать, что это гораздо выше, чем производить какие-то материальные благ. Поэтому, когда вот это деление делается, это не значит, что мы что-то ставим выше или ниже. Просто это нужно различать, потому что оно различается в жизни. То, что материальные блага – это одно, бытие – это одно, а сознание – это другое. Есть материя, а есть свойства, что организованы материя и сознание. И не надо это всё склеивать, сливать, соединять. Оно и так соединено. Нигде нет сознания без материи. Нигде и нет такой материи человеческой, которая не обладала без сознания. У человека это и есть та часть материи, которая обладает сознанием. Поэтому доказывать, что вот человек с сознанием, ну это, извините меня, если он без сознания, то это он уже не человек. Если он с ума сошёл, говорят, это что? Его сразу же избирательного права лишают. Если он кого-то убил, его освобождает от уголовной ответственности. То есть его за человека не считают. Потому что в человеке есть мыслящий разум. Животное и общественное, трудящийся, говорящий и разум. Каковы перспективы? Вот есть классовое деление общества. Каковы перспективы? Что можно было бы считать прогрессом? Прогресс состоит в увеличении социального неравенства, в увеличении классовых различий, или в сокращении классовых различий. И перспектива в том, чтобы преодолеть деление общества на классы. Как мы должны ответить на этот вопрос? В чём общественный прогресс? В преодолении социального неравенства, или в углублении социального неравенства? И изначально были вожди племён. Это потом уже политические вожди появились. А были вожди племён. И вот эти вожди, и эти вот жрецы, в том числе и представители религиозных культов, сначала первобытных, а потом духовенство, как оформившиеся слов, они по себе с собой закрепляли вот эту функцию. Руководить, управлять, и образовывали тот класс, который стал классом-эксплуататором, а другой класс классом-эксплуатируемым. Значит, а вот давайте возьмём и разделим всё богатство этого решения, проблемы того, противоречия, которого мы рассматриваем. Вот скажем, можем мы считать прогрессивным равенство бедности. Давайте возьмём просто и разделим. Решим мы там таким образом проблему или нет? А? Почему? Вот скажем, если бы не было рабовладения, получило бы развитие человечество в такой степени, в какой оно получило? Нет. Не было бы, не было бы, так сказать, вот такого прекрасного искусства, не было бы подъёма науки в древней Гречии, в древней Греции, и нам бы преподавать было бы, наверное, трудно. Было бы. Только сейчас бы начали разбираться в этом деле. То есть, до известной степени, это социальное неравенство, разделение на классы имеет историческое оправдание. Правда? Имеет историческое оправдание. Но это не значит, что это деление на классы вечное, так сказать, условие исторического прогресса. Не значит. Потому что с развитием производительных сил результатами образования и развития культуры пользуется не только эксплуататорский класс. Правильно? Нет. Уровень образования, в том числе и всеобщего образования, в том числе и обязательного образования, он вырастает в обществе. И развивается не только эксплуатирующий класс, но и классы эксплуатируемые мы. И как бы, так сказать, не пытался эксплуататорский класс остановить этот процесс, он заинтересован в том, чтобы у него были квалифицированные работники, и для этого он должен заниматься чем? передачей, добытых человечеством знаний, образования, культурой и классу эксплуатируемым. Непременно. Тем самым, можно сказать, что вот тот же самый капитализм, он подготавливает и развивает ту силу, которая может выступить против деления на классы и привести к полному уничтожению класса, рабочей класса. Вот чем отличается так называемый научный социализм от всех и других видов социализма? Я бы вам очень советовал заблинуть в коммунистический манифест вот очень интересная книга с точки зрения современных событий. Потому что то, что мы наблюдаем сегодня в сфере общественного сознания, это всякого рода недовольство, тем строем, в котором люди живут. Вот все эти недовольства изначально назывались социализмами. Там ведь социализм как система общественных отношений просто не могла существовать. Об этом разговора не было. Когда говорили о социализме, то имели в виду некое идейное течение, которое отвергает тот строй, который из капитализма. Дескать, нас не устраивает эта частная собственность, при которой вот мы получаем что? И вот какой был капитализм. Во-первых, феодальный. Феодал-то точно против капитализма? Во-вторых, буржуазный. Нам не нравится то, что мы пойдем другим путем. Мы должны изменить курс правительства и так далее. То, что мы сейчас наблюдаем там. Выступает, допустим, Джеланда, говорит, надо изменить курс. И что? Представляете, вот был курс 59 градусов, представляешь, что будет 59 градусов 30 минут. Это изменение курса? Изменение. То есть слова так сказать, что нас вот это не устраивает, это неправильно, это не та система, это безобразие, это такой режим там и прочее, прочее, прочее. Это чистый негативизм. А из этого чистого негативизма что вытекать? Ничего не вытекает. Вытекает так называемые протестные действия, цена, которым близка к нулю. Вот если мы все соберемся с вами и будем протестовать против человека, а куда мы потом пойдем? А все в разные стороны разойдутся. Потому что вы протестуете, потому что вас это не устраивает, я буду протестовать, потому что меня вот это не устраивает, вы, потому что вас в Антоне устраивает. А куда мы пойдем? Вот если мы договорились вот туда идти, все вместе, это один разговор. Мы вот уже все не соберемся, уже поменьше идти. А если мы говорим туда не пойдем, а потому что один пойдет туда, другой туда, третий туда, сколько направлений, не совпадающих вот с тем курсом, который ведет, скажем, руководство государства. Сколько? Да бесконечно много. И вот, какой еще там есть социализм? Лирикальный или поповский? Вот духовенство тоже оно осуждает, это вот неравенство, аморализм, который есть в обществе, вот батюшку может выступить, или, скажем, митрополит Кирилл выступал, теперь он у нас уже патриарх, он выступал для того, чтобы роль труда была выше, трудящихся выше. Ну, а в чем? А в них не уровень в том, что он нас тут как бы это освещал. Правильно? То, что имеется. Потом, мелкобуржуазный социализм. Вот сейчас все время говорят, давайте поддержим мелкий бизнес, а мелкий бизнес, крупный бизнес уничтожают. Правильно? И кто победит, как вы думаете, мелкий бизнес или крупный бизнес? Борьба, все равно победит. Ну, это ясно, как божья идея. Ну, кто? Вот один тяжеловес, да, а другой там вес в перах. И кто выиграет в этом бою? Ну, о чем мы разговариваем? Один раз выступ на стол, он упадет. И вот этот умирающий мелкий бизнес, который исторически должен быть изжит, потому что он топором и жуточный слой, и основные классы нынешнего буржуазного общества во всем мире это буржуазия и рабочий класс. Мелкая буржуазия, это временно, она пришла из, ну, ничего, все далее, ну, вообще, еще не разложившийся класс на тех, кто работает, имеет только рабочие руки, и тех, кто имеет средства производства. И вот этот слой, поэтому, рождает идеи яро-антикапиталистический раз, антиимпериалистический два, антимонополистический три. Вот вы против господства монополии? Вот, и вы тоже представляете такой же мелкий буржуазный идей. А что вы против монополии? Монополистический капитализм более высокая стадия, как так? Вы чего? Товарищ, дорогой. Ну, я вас извиняю, потому что так и пишут все. Мы против господства монополии. А вы что хотите? Чтобы господствовали эти мелкие ларечки? Это страшное дело. А мы не понимаем, что просто... Вот, а? Может, просто не понимают, что такое монополия? Не понимаю. Ну, проехали мы уже ту стадию, когда у нас был капитализм свободной конкуренции. Если бабушка, бабушка, семечки будет продавать дешевле, что сделать бабушкой? Бабушку предупредят. Намекнулось, что у вас внучка есть? Смотрите бабушку, подумайте о здоровье и благосостоянии своей внучки. А если водитель вздумает сейчас из аэропорта, не таксист, вас подвезти за цену в два раза меньше. Что сделать этим водителям? Далеко он уедет? Полтора километра. Цены вводят ему шины, проколутся. Если не будет хуже, так? А цены, пойдите, пойдите, купите гвоздейки. Сколько гвоздейки? А что они все? Это рынок же. Кто хочет? Сколько хочет? Пусть попробует что-нибудь продать меньше, чем до 30 рублей. Не будет его, уберут его с рынка. Или, скажем, вот сейчас покупают семенные материалы, сейчас весна, чьи, голландские, в основном, голландские, монополии, на семенной материал, очень крупные, они обрабатывают свои вот этот семенной материал таким образом, чтобы он мог сходить, чтобы, так сказать, вот давали только один урожай, а семена уже не давали. Обработаны, так? Лук, скажем, в стрелку не идет, он может у вас лежать в сыром месте, изгниет, а стрелки так и не будет. Тоже чеснок и другие виды. Потому что у вас кончится семенной материал, а то вы, как и хороший, купили в Голландии, вырастите, а потом у вас, значит, будут семена этого лука, лук, как известно, трехлетнее растение, да? Посеяли, получили лук всего маленький, его посадили, значит, вырос зеленый лук и большой, большая рубль. Большой лук посадили, у вас в стрелке, а там семена, черные, семена посеяли. А так вот, обрабатывается материал таким образом, чтобы он не давал потомство людей, пока дело не дошло, но растение уже обрабатывается. Но генномодифицированные продукты, которые потребляют люди, кое-технические рожи могут собираться. И мы не знаем, что мы едим. И кто и как обрабатывает. Это я вот случайно узнал, вот то, о чем сейчас говорю, в отношении этого семенного материала. Мне показалось, что случилось-то с луком, что же он обычно всегда, как вот весна, прямо все, стрелку, стрелку, то есть зеленый. А тут лежит такой хорошенький, как будто его только что собрали. Очень хорошенький. Он не может вообще давать потомство. А куда вы едетесь? А пойдете снова к голландцам и купите они снова в себе данный материал. А поскольку вам больше некуда пойти, то купите его по той цене, по которой вам его продадут голландцы, по монопольной цене. Я возвращаюсь снова к вопросам коммунистического манифеста, потому что с этой точки зрения очень интересен. И вот какой еще есть социальный? Утопический. Вот говорят, там что Ленин, что Христос. И тот за коммунизм, и тот за коммунизм. Утописты кто такие? Они вот просто придумали такое хорошее общество, точно хорошее. Сен-Симон разрисовал, какое хорошее общество. И ждал каждый день 12 часов дня, что придет человек, который на его проекты откликнется и даст ему деньги для реализации. Каждый день 12 часов был дома, никуда не уходил и все ждал. Спонсоров, как вы сказали, выражаясь сегодняшний язык. Но спонсор так и не пришел. А Роберт Олланд, тоже социалист-утопист, он думал, что он у себя сможет на фабрике наладить хорошую жизнь рабочим, хотя он же встроен в рынок, так сказать, в капиталистическое производство, и он сильно изменить жизнь рабочих не может, иначе он перестанет быть капиталистом. Потому что, как капиталист, он должен обеспечить круговочную историю, начинать закрывать своего фабрика. Вот здесь как раз и проявляется его положение в производстве, позволяло ему писать всякие утопии, но реализовать он это не мог. это он тоже утопист. Фурье тоже утопист. То есть они рисовали всякие красивые картины. И только один социализм назывался научным, который видит в самом капиталистическом обществе ту силу, которую пествует, развивает, обучает, дисциплинирует, подготавливает. Кто? Сам капиталистический строй. Вот это не утопит. Такой силой является рабочий класс, слово сказать. В чем заслуга Энгельса, например, в том, что он увидел, что рабочий класс, это не просто страдающий класс. Вот как они плохо живут, вот какие они эксплуатируют, вот какие они несчастные. Ну да, несчастные эксплуатируют, но это в этом-то нет. У нас несчастных очень много, бродяг, проституток, бомжей, это все несчастные, нищие, это все несчастные, но они улучшить наше общество не могут. Или вы надеетесь на то, что вот раз у них тяжелое такое положение, они соберутся, организуются и изменят нашу жизнь лучше. Надеетесь? Хотя историческая наука и практика подтверждают данные науки, говорят о том, что из Люнпин пролетарий, то есть из дна общества, из отбросов общества, формируются как раз новые отбросы, а ничего, так сказать, прогрессивного там вы не найдете. Это опустившиеся люди. Поэтому, когда речь идет о той силе, которая может преобразовать общество при движении вперед, это должна быть та сила, которая не умирает с ходом капитализма, а она развивается, укрепляется, и причем это делает сам капитализм. И капиталисты, следовательно, это делают. Капиталисты готовят ту силу, которая может преобразовать этот строй путем революции и создать другой общественный строй, коммунистическую, общественную, экономическую формацию, первой фазой, которая является социальным. И дальше, и дальше, вот так как было у некоторых утопистов, у нас появились утописты в Советском Союзе, которые думали, что нерабочий класс должен быть руководителем общества, поскольку он по своему материальному положению, по интересам, раз он в худшем положении находится, он будет заинтересован все время в таких изменениях, которые сокращают, сокращаются и развиваются. А давайте, говорит, рабочий класс свое дело сделал, сделал революцию, давайте назовем государство общенародное. И назвали когда? В 61-м году. В 1961-м году. Была изменена программа партии и записана, что государство общенародное. Энгельс называл такие взгляды, как сапоги в шмятку или жареный лед. Что такое общенародное государство? Государство это орган господствующего класса, орган принуждения. А что такое общенародное государство? Энгельс говорил, что нельзя соединять слово народ со словом государство. И если это еще государство, то оно не народное. А если народное, то оно уже не государство. Правильно? То есть государство, по своему определению, это сила, стоящая над народом. Аппарат, чиновничество, внутренние войска, суды, тюрьмы, милиция, полиция и так далее. Вот что такое государство. Законодательное, что просто так никого угодно, куда угодно не сажали, не били, а сначала проголосовали, а потом посадили. Что вот это вам не фашизм, когда просто возьмут и взорвут вам голову. Нет, сначала проголосуют, а потом и запрячут на, скажем, положение на этот вещь. Все демонекротически должно решаться. Государство. Поэтому тоже своего рода утопизм. И вот Никита Сергеевич, первый секретарь Коммунистической партии Советского Союза, заявлял, что нынешнее поколение советских людей будет жить при помощи. Не слышали этого, нет? Я слышал, я тогда был в вашем возрасте. И в голове у меня что было? Ну, я бы сказал так, хрущевизм. Ну, что было в обществе, то у меня было в голове. Это, так сказать, как вам предстоит переработать, так сказать, свои знания, которые несистематическим образом попали в голову. Как Комбергер говорил так, что обыватель говорит, горбит с остатками умерших философских систем. То есть не то, что вот, так не может быть, что в голове не было, дело и есть, но она какая-то старая. Старая, реакционная и так далее. Человек, чтобы он, так сказать, стал носителем воли передовой дела, он должен переработать то, что умереть. Но для этого надо большую работу правительства над собой. И вот он говорит, вот мы будем жить при коммунизме. А если бы он немножко учился, хотя бы до такой степени, какой мы с вами уже достигли. Мы знаем, что коммунизм есть в первой фазе. Это социализм. Первая фаза коммунизма в Советском Союзе началась в каком году? В середине 30-х. В середине 30-х годов. Что значит будет жить при коммунизме? Это когда уже проспал Никита Сергеевича. Учиться надо было лучше. Что значит будет жить при коммунизме? Да ну, жили уже при коммунизме. Уже даже народ смеется, говорит, что армянская радио спрашивает, когда будем жить при коммунизме. Армянская радио отвечает. При коммунизме уже жили. Вроде того, что я скажу, поживите теперь при капитализме. Обратите внимание, что мы эту же тему классовых противоположностей и классовых противоречий, которую мы до проблемы социальной неравенства не довели в прошлый раз, мы эту тему несколько с другой стороны рассмотрели в силу ее важности и довели до конца рассмотрение тех вопросов, которые мы не могли сделать. Что-то в прошлый раз. Следующая тема, которая будет предметом нашего рассмотрения – государство. И не так, как мы его только что затрагивали, а мы будем рассматривать более обстоятельно и систематично это самое государство. Что это такое? Мне приходится сейчас вот читать и редактировать работы ученых по вопросу о государстве. Я хочу сказать, что по-прежнему этот вопрос для многих остается запутанным. И по-прежнему на государство смотрят как на некую равнодействующую волю, а не с учетом его природы, о котором и ни о чем пойдет речь в следующий раз. Так, у нас сейчас первое, кто-то в 17-м, извините. Шанс. Прекрасно. Спасибо. Прекрасно. Прекрасно. Часть. Нет. Ты не inquiet. Часть. И. Повторяйте. Часть. Лю. Продолжение следует...